Привет подписчикам и гостям канала Traveling. Меня зовут Алик. Недавно мне удалось посетить Грузию и сегодня в рамках данного видео вы со мной прогуляетесь по старому Тбилиси. Увидите много интересного и узнаете сколько стоит проживание в этом замечательном городе весной 2023 года. Не забудьте пожалуйста подписаться на мой канал и приятного вам просмотра. Начну свой обзор с серных бань или как их тут называют Абонотубани, расположенных в историческом районе старого города у подножья горы Тацминда. Бани появились чуть ли не в первом веке нашей эры на серных источниках, которые и до сих пор не утратили своей целительной силы. Римляне в 4 веке называли это место Дбилата от слова Дбили, теплый. Отсюда и название города Тбилиси. Город со временем рос, площадь бань также увеличивалась, образовав в итоге целый квартал. Самая древняя из сохранившихся датирована 17 веком. Интерьеры серных бань выполнены в восточном стиле, некоторые из них имеют крыши с красивыми куполами, на которых находятся световые и вентиляционные отверстия. Выбор туристов как правило падает на самую красивую и известную баню, она называется пестрая или голубая. Хорошей рекламой для нее служит тот факт, что ее посещали классики литературы и не только российской. Например, Александр Дюма отец, путешествовавший по Кавказу в 1858 году, побывал здесь. Заезжал и Александр Пушкин, направляясь в Арзрум в 1829 году. В наше время желающих посетить данную баню, хоть отбавляй. Поэтому лучше всего заранее зарезервировать парную онлайн или по телефону с официального сайта. Стоимость услуг сейчас появится на экране. К сведению, в апреле стоимость одного лари составляла 30 рублей. После баньки я отправился по правой стороне реки Кура вдоль Арбелиановской бани. И оказался в Тбилисском каньоне, или же его называют инжирное ущелье. Ущелье оставило у меня очень приятное впечатление. И пусть инжира здесь давно нет, особенная природная изюминка, находящаяся в конце, запомнится вам надолго. Потому что редко, когда встретишь в центре города водопад природного происхождения. Само ущелье облагорожено, имеются скамеечки, мостики, фонари, кафе и беседки. С двух сторон реки находятся пешеходные дорожки. Над ущельем нависают дома с яркими балкончиками и винтовыми лестницами, ведущими в каньон. Протяженность ущелья около 300 метров. Теперь давайте по канатной дороге, из парка реке, с другого берега Куры, поднимемся к крепости Нарикала. Стоимость поездки составляет 2,5 лари. Хоть эта поездка и занимает всего несколько минут, впечатление от дороги не оставило меня равнодушным. Поднявшись к крепости, первым делом оглядитесь, и вам откроется одна из лучших панорам в городе. Наверху меня ждал красивый монумент, мать Грузии, который представляет из себя 20-метровую статую женщины, держащую в одной руке меч, которым она встречает врагов, а в другой руке она держит чашу с вином, которым угощает друзей. Здесь также находится кафе и множество сувенирных лавок. Обратите внимание, что цены на сувениры в этом месте немного завышены. Спускаюсь вниз. Кстати, можно это сделать пешком. Маршрут не такой уж и сложный, особенно на спуск. Остаток дня я провел просто, бродя по улочкам, рассматривая здания и их архитектуру, и просто заходя в тихие дворы. Мне всегда нравилось смотреть, как устроена жизнь простых местных жителей. Этому, так сказать, исследованию я всегда уделял часть времени, связанного с осмотром достопримечательностей города, которые я посещаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, есть еще и более дорогие отели класса 4 и 5 звезд. Вот такой он старый город. Рекомендую вам ознакомиться с его достопримечательностями сразу по прилету в Грузию. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Также можете глянуть видео о Бадыгее или Ставропольском крае. Всем удачи и пока!